я что нет не работает стойка из этого плохо да стойка не работает из-за этого плохо стойку сломал баллой и не стоит у меня доброго дорогие друзья влоги привет наконец-то не верю вы представляете что мы вышли в эфир потому что так давно ко мне выходила вы не представляете сколько прошло неделя наверное вы такая классная спасибо ведь смотрите вчера выдирала выдирала ресницы и не выдала еще все до конца привет всем привет мама вчера потерял телефон ночью такое было кристина привет мазь молитву дубай ура ну все наконец-то бывает же какая-то радость кристина неужели уговорила муж свою я все крестину подбиваю что вы накроем москву прилетела чтобы в дуба летим потусить это все крестин ну ты все-таки не зря не зря мой брат на тебе женился ты и вот обладаешь уникальным даром убеждать любого человека перед тобой лучше сдаться всем не спорить хотя бы умылось да я воспринимаю вас как свою семью то есть я не выхожу к вам как на красную дорожку понимаете я подумал один красный халат этого достаточно спрашиваю это пролетелось самара я стал стал наш а я помню белые обои черная посуда на хрущевка двое кто вы откуда откуда все расстроилась нет рассказывает здрасте такое представление вчера было я забыл телефон и машу не моя забыл я поздоровалась я просто я вообще забыла я была на работе в москве звонит не может мне дозвонить естественно не может тоже телефон у меня нет телефон когда наконец она дозвонилась педагогу с которым мы вместе работаем она говорит и телефон есть а мама нет она попала и ну тут у маши конечно крыша поехала а я еду и думаю ведь у маши здравствуйте здравствуйте вот наш сокровище вот оно наше самое главное все хорошо все отдых по делу только по делу только не жмите тихонечко тогда наконец я беру у какой-то женщины в автобусе телефон и говорю вот извините я прям деньги предлагаю возьмите пожалуйста деньги а маша уже едет на конечной станции на которые я должен вообще приехать чтобы потом поехать дальше она сидит там не с места не двигайся я приеду за тобой и вот я когда уже приехала ищи целый час ждала машеньку маша она не бесит она его любит обожает и он ее очень любит ты мне не верю спасибо доченька дождалась дождалась вот что приятно вы знаете даже вот к вид а мне все давали телефон чтобы я позвала здесь сейчас уйду еще судьбу еще судьбу если будешь только сглова не хрюкать может быть сырничек приятно аппетита мои хорошие знаете как на кого похоже на любую гаван бетховен они раньше вот сходили пшивые домики и расчесали вот так вот палочкой вот у меня такая же прическа сейчас маша парики кузбасс по ней дорогие друзья всем привет уважаемые дети здравствуйте мы всех рад приветствовать в нашем прямом эфире хотела вас попросить пожалуйста поддержите меня в моем батле ой да 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 переходите все на страницу к багдаду и голосуйте у него за меня этого серьезного на 400 тысяч а если нет то ты поедешь убираться у него я не хочу убираться нет наш на домашенька это конечно лучше бы за деньги голосуйте за нас нам так нужны эти деньги пожалуйста проголосуйте дорогие и не друзей своих попросить всех попросите всех друзей и родственников детей даже своих попросите проголосовать за манечку и проголосовать за меня кто красивый ах я тебя люблю а я знаете как вас люблю они даже не могу сейчас посмотреть на тебя я обычно свой телефон включаю подписчики это наши у меня такой сушняк я вчера вечером в сердино пошла в тихо ну когда она закрывалась с друзьями и выпила вы скорее про без мне запивая соком две стопки я сейчас стала и кофе залпом сука выбирать не радуешь меня и сзади со мной причем не посласть своим ягодом мама машетесь пожалуйста почему вот с отцом не живете ну как почему потому что сама я приехала в москву уже получается потом это поскольку лет 17 назад 17 лет назад папа с мамой остались самаре на тот момент а а потом я сильно заболела анорксией и мама переехала ко мне потому что я не могла уже самостоятельно есть и ходить ну и на этом все мы просили папу переехать машинка пожарите химиш мы просили папу переехать в москву но он отказался да что ж ты страшная такая маню к маме вопрос мам там к себе претензии что я страшно родилась и толстая она родилась самый замечательный красавица и умницей которая очень любит своих родителей любит всех своих родных брата и даже любит жену брата представляете это ведь тоже очень важно потому что она владея родственница терпеть не можно все но машина ну нет качья хорошо очень отношусь тоже но просто вот это очень важно она у меня умница вы чё-то не догоняйте кто это написал я вообще себя так чувствую я амиксин пила не могу выздороветь при этом завидуйте молча да был почему завидовать у меня главное выиграть завидуйте молча и там они написали кому-то вот правильно молодцы подписчики хорошие у нас вот просто хорошие и твои подписчики любите значит пожалуйста все голосуйте чтобы она выиграла деньги маша да и сыр пожалуйста а если чё сейчас ела а если чё сейчас ела допустим это родители официально разведены слава богу у кого-то у меня нет а может ты развелась нет нет они брать официально как тебе голоса ой мы с ней встретились поговорили наверно часов шесть подряд слава богу все помирились помирились все ну че им уделяюсь все хорошо а там много письма я болела три года но полтора жестко правда и нас а приветерная когда у нас с тобой фильм короче сегодня голосуйте за меня а все не голосование маш тебе не хочется отвечать про сирной рапунсель а чё мне отвечать про них а чё случилось в семье я вообще не слежу за домом 2 папа красавчик да у ночь хорошая да папа красивый я на него похожа копия на лицо не мы в москве дорогие друзья ну что сейчас я не покажу папу доброе утро любим да я в аэропорту устроила дебошь во первых я приехал туда пьяная с ночи во вторых я приставала к людям и говорила дайте мне денег а они вообще в Самаре хелели то есть это в Москве люди привыкшие а там народ просто попутал ну вот папочка ее видите молодой красавчик и все и они нас напустили в самолет Маша Маш будешь лебушку нет? я пережарила его Маш сдой губы а ты себе писю побрей побрей они сами сойдут у нее я тоже хочу чтобы немножечко ушли губы мам почему ты не ходила за рождение кристине все спрашивают ну просто все уже десятый раз почему я не ходила я чувствую себя не очень хорошо честно скажу или были какие-то другие причины ну она на меня не обиделась нужно отвечать честно нет причины не буду почему не хочу как это? Маша все ребят у меня такой сушняк мне придется еще пить кофе я просто не знаю что делать как мама вырвалась зла панорексии чем кормила просто любовь была рядом это правда просто надо верить надо любить детей и верить в них вот и все и все будет хорошо спасибо там какие красивые Маши посылаете панно цветочки сегодня сегодня меня можно так показывать ну не немного два по сорок но я не ела ничего я считаю так я перенет начала за маму потому что одна женщина мне позвонила и сказала что мать потерялась а вы представляете что это для меня такое я думала вначале выброситься из окна или все таки поискать ее ну и все мама еще любит папу неправильная мысль сейчас выброситься или потом вот что бы ни случилось рот закрой свой не надо для бредности ты неблагодарный человек как можно было я тебе сказала если ты куда-то приезжаешь тут же звони если собираешься выходить то уже звони очень строго со мной о с днем рождения коленка у меня это зельдай за рта вываливаться нет я ем вот кусок сына все 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 под контролем все четко mom always busy i love you yes thank you tony hello my dear i miss you how are you i'm waiting you calling переживаешь за маму сильная связь да но мне это надоелось честно мне хочется все равно жить и чтобы не думать о том где она что с него нажила с мужчинами бы такого не было такой ответственности как с ограничением москвой но перед ограничение потому что теперь заведение будет работать начали гугли больно я вчера поехал в метро у меня сказали здесь перчатки маску короче все жестко а папа сказал что в самаре мешками трупы выносит на улице представляете знакомый санитар который работает мешками выносит трубы по 40 мешков вопрос ничего не знает надо беречь себя как бы речь не вещи что все заболеть переболеет просто кто-то сильно кто-то нет я тоже знаете нибудь не собираюсь вот уже год как ходить и трястись но это невозможно все равно в этом состоянии жить нереально лично для меня мне вообще какое-то последнее время я не выходила в эфир у меня была такая депрессия потому что мне оказалось что у меня вообще жизнь рухнула вот я знаком объяснить у меня такое состояние было только с мужем ну когда он от меня уходил то есть я вроде живу а в то же время кажется что усе почва ушла из под ног и дальше нет никакого просвета это такие жесткие состояния вообще слов нет всем привет поэтому меня прям меня как-то одолели вот эти вот страницы фейковые которые говорили о том что я брала деньги у кого-то то что я мошенниц то что меня подавали заявления какие-то и знаете а я это просто когда ты знаешь что ты ничем не виновата и такой на тебя сыпется это конечно тяжело то есть вот эти вот угрозы маме морально это невыносимо тяжело мы сегодня девочка написала чтобы я вас слова стерегался ну понятно я все знаю я все это знаю дорогие друзья более того там несколько заявлений уже подано поэтому все равно знаете обидно когда люди которые знать меня не знали там и живут в челябинске рассылают ложную информацию это очень обидно то есть получается что они это делают и пользуются тем что медийный человек а так вы просто как бы ну знать бы никто ничего не знал по сути угроза из-за того что когда вова жил в челябинске она я думаю там кто смотрел эфир уже увидели ну и вкратце так скажу он там с кем-то работал взял денег и когда он приехал в москву и начал работать со мной как бы но я ему делал рекламу он был в заблуждении меня я ничего не знала и мы не вдруг посыпались угрозы о том что я кому-то должна денег там очень большой суммы и я вообще не понимала о чем речь и потом уже посыпались угрозы от авторитетов каких-то там из челябинска маме мне не знаю откуда не узнали наш номера и у нас начался вот последние там две недели прям такой вот от кромешно то что мы не могли выходить из дома с мамой то что мой друг вынужден из органов дать охрану короче это просто очень тяжело морально очень мне очень тяжело то что я эту качу знаете рекламировали все и я просто спрашивала у девочек то-то юлии фременкова и многие другие или бы они были да все нормально вроде и никто не знал о том кто такая токация поэтому тут конечно на блогерах вины нет просто правило в том что вот у меня как было я вчера писала пост но у меня посыпались такие рассказать историю вообще того что в моей душе но посыпались такие какие-то оскорблению адрес под постом то что я взял и все удалил нахрен что бы лучше тяжелый период а я жила со своим парнем ну как я у него постоянно жила приезжала к маме началась пандемия я собиралась вести моим продукты а он сказал другого хера ты типа моим покупаешь продукты должна все в нам покупать я говорю не то поеду нас начало жуткая драка и в этот момент я поехала к блогеру к одному на эту мы все знают тусить к нему и встретилась там с ловой и мне менеджер познакомил по рекламе слова искал просто про рекламирую там вы как-то договоритесь и просто тяжело когда ты как-то но прониклась человеку и я на самом деле с ним проводил все это время 24 на 7 я столько с куда свой с кем-то не общалась вот вообще за всю свою жизнь и когда я все это узнала мне стало мне показалось что знаете у меня как-то жизнью все разделился на до и после или за кто объяснить но это очень тяжело то есть такой сразу груз а главное что знаете машинка приходила когда пандемия расслуживая на меня около 2 если сахар сахарная какая-то за грязные деньги но ты свой язык просто засуги жопу себе потому что я ни копейки денег не получала того чтобы тот имел ввиду у нас просто начались отношения и уже каких-либо деньгах речи не шло поэтому ты прямо сейчас звалишь свои ебало и пойдешь нахуй не говорила меня вот прям сейчас если ничего не знает что нихер здесь сидеть и писать свои эти грязные комментарии просто знаешь мне вот интересно там собчак рекламировала кэшбери там дава ставки да очень много чего просто знаете так вышло что но я не знала что бы оба в черябинске такой шлейф не просто из обычных людей а там криминальные какие-то люди плюс две девушки одна из которых валя там это понимаешь не спала и она устроила вот эту вот войну в интернете просто она беременная была сейчас она видимо родила и она начала там рассылать по 300 раз целых день просто у нее появился стимул видимо делать было нечего просто взять и меня как-то зачморить в этой жизни и это очень тяжело мама тоже вкладывалась к знаете я ведь тоже вкладывалась и то есть я вот когда маша это все сказал я поверила тоже и тоже вложилась и даже вложилась дважды нет второй раз это вложилась вот я была вложилась мне я получила как называется проценты но нет я вообще не хочу об этом говорить так что меня эта история вся вообще просто я моя трагедия то что произошло для меня трагедия то что маша меня обзывают вот эти вот люди что я предводитель и я все это придумала предводитель нашли тоже кличку дали там мне мне неприятно очень честно вам скажу я так никогда не жила никогда не собираюсь жить поэтому я ну какие-то ограничения общение с кем-нибудь не хочу говорить пошли крышечка а я хочу раз что крышечка просто горло болит я не знаю я за два дня три таблетки амексира мне кажется больше нельзя вот так вот сейчас я все буду блокировать кто пишет мне фейки я их уже знаю прямо по именам вот нет я если я хочу рекламировать гадалок то я буду рекламировать потому что для меня это абсолютно нормально я сама к ним обращаюсь я как бы могу рекламировать кого хочу просто тут вышло так то что посыпались какие-то угрозы но сейчас с этим уже разбираются правоохранитель органы вот ну я рада хотя бы то что он все рассказал потому что теперь вы уже в курсе всего знаешь что вы тут тебе писали про то что гадалки вот это там они бывают и мошенники и всякие я вам так скажу во первых не кто не хочет он же никогда не будет обращаться к гадалкам кто хочет все равно обратиться а потом вот эти вот они насчет вкладов вы представляете вот это вот женщина которая машу в чем-то обвиняет который видимо действительно там вот и было в каких-то интимных отношениях с ним она знаете вложила такую сумму денег который например я бы никогда не вложила говорят вкладывайте столько сколько вам не жалко потерять давайте взаймы столько сколько вам не жалко потерять ну вот если люди вкладывают и рассчитывать на какой-то огромный доход но я тоже повелась видите я тоже вложилась но я вложила столько сколько как говорится но не такую сумму которую жалко потерять а тут люди оказывается миллион вложили там или сколько но это вот я например вы не в нее как будто я бы не стала вкладывать так машина ты кофе еще пьешь поэтому я как мы лотерейки я покупаю покупаю вот я вот говорил уже я не выигрываю я покупаю потому что когда-то папа у меня выиграл машину лотерейку и я теперь вот как бы думаю вдруг вот мне достанется по наследству выиграть там машину или что-то мечтаю квартиру я мечтаю я хочу и думаю друг выиграю представляете машинка там твои молоко но такое обижение наедать сушки но смысле тогда сидите тряситесь для вас ничего такого нет мы это говорим потому что мы вообще как бы ничего не знали и это просто мы рассуждаем в смысле сидите тряситесь люди такие жестокие мне кажется все люди когда у кого-то что-то плохо они прям радуются многие на 100 грамм какие правильные желчные правильные желчные ужас я сознательно сильно поправилась очень он после самары насколько на 4 килограмма потому что там много пила очень прям за право заливалась она была так херова вот его соответственно о только у таких образованных интеллигентных воспитанных мудрых людей могло родиться такой вульгарные нечистоплотная лицемерная и лживая еще как ты может зачем нет я просто хочу сказать что это его бывшая женщина сейчас я заблокирую прямо сейчас и все все заблокировали ты знал даже что конечно она мне писала постоянно начальники поддай мне его и все такое да ты что я как тебя глаза выкаленными написала вчера ночью просто я забыла заблокировать подумала не буду блокировал она оттуда чисто плотно машина откуда откуда она я не знаю сыну под руки это вообще была жесть мы пролетели в самару мы не спали всю ночь потому что мы сказали дорожки которая была сразу поехали в аэропорт пришли в 6 утра на рейс заранее этом на стуле на стуле спала и я впервые просто но я обычно когда самолет сажусь какие-то таблетки психотропные чтобы себя успокоить и рассказываю что дальше было выносить сели самолет начал трясти у меня с собой ничего не было он начался такой приступ страха я думала что я умру в общем в итоге мы с трудом долетели у нас вот так вот все пока мы летели аэрофлотом вот так вот зону турбулентность вот так вот он немножко летел вот так вот ужасное состояние и значит мы долетели все приземлились тут же у меня было интервью а вы знаете видимо от того что я не спала у меня тряска рук и ног было вообще не спала две или три ночи уже подряд я с трудом долет интервью и думала сейчас посплю нет нас повели в бункер сталина мы там спускались я вот в этом состоянии и вдруг приходит девушка которая устраивала конкурс маша но у нее состояние такое ну как будто она умирает навыра что с тобой маш она где не могу тебе говорить потому что ты приехал это у нас чей жюри ты у нас почетный гость звезда будет говорит она мне говорит у меня я все время значит готова с конкурсу прихожу домой в два часа ночи вижу телефонной зарядки сына нет я гора штуки могло быть она год я не знаю домашний парень никуда вообще не выходит из дома он всегда со мной на связи у меня сейчас панические таки начались настолько сильные что я не могу даже иногда доехать не до куда начали отрывать по дороге вот после угроз вот этих всех давно бывает и очень сильный тема с рекламы закрыта больше не будут комитет потому что мне так сложно и я не собираюсь отвечать на сообщение хейтеров маш да я скажу мы начали обзванивать все отделение полиции морга потому что вы никто не мог найти в итоге приходит в полицию начинали выписывать а этот следователь такой опускать глаза и года я увидел типа его все разобрали в групп то вот он скрывал вены себе но мы понимаем что это вранье что как бы взрослый красивый парень жизнь радостный который вышел за печеньями к чаю не может ну все сколозья научим это был кромешный ад в итоге под утро с помощью связи мы нашли его в больнице там стояли сотрудники полиции не опустили важность почему не потому что поликлиника закрыта под рука но короче никто ничего не знал и это очень было тяжело потому что получается везде который прилетела в самаре занимался только вот этим вопросом и мне было очень страшно что пропал человек на второй день у меня было интервью на лав радио потом у меня было интервью для другого канала потом я готовлю конкурса сыграл на скрипке 3 вот второй вечер что мы просто тоже до утра просидели с друзьями и вчера только прилетели вот у нас баттл слава богу что нашли да не то слово я знаете что хочу сказать то что у нас сейчас не у меня просто далее не отчитываюсь не просто знаете настолько больно потому что я поверила человеку так да нет в принципе все смешалось я не смогу и когда все это узнала я знаете я не могла отказаться потому что тут уже смешалось другое я человеку реально проводя 24 на 7 и короче это узнала у меня у меня был один вопрос просто за что и почему я об этом не знала не ну просто не было очень-то тяжело у меня мне казалось что мир рухнул вот вот все это время две недели я даже не знаю вообще ну как я дышу потому что я говорю что у меня началась работа беспрестанно и вот такие панические тайги кабыр задыхаюсь это ужас я приходила на съемки и тут же с них уходила потому что у меня начинала есть трястись руки-ноги это ужасно все поэтому я очень надеюсь на в принципе на вашу поддержку о вот богдат вот он я выполнил задание мы тебя очень ждем мы только сегодня вот сейчас это время обсуждаем наш баттон и спрашиваем где ты а я вчера столько вот телефону сейчас нет даже не могу сказать я столько пыталась смашенный странице перейти на ваша вас нет и нет задание очень переживала вы знаете у него ведь голова он попал в аварию вот когда на этой машине и в шоке были бухать приехала в больницу переживала думаю ну дух то случилось а потом телефоном у меня проблема нет телефона сегодня я прям вот расстроен здоровье вам дорогой здоровье вам большое да не болейте очень у вас посты и хорошие мне очень понравились я смотрела и да ты чё ты за кого уже не стаги держатся могут голосовать я не за вас ну там он пишет правильные очень вещи под постами очень хорошие я почитала но голосуйте конечно за машу конечно за машинку голосуйте и вы меня поймете дорогой мой у него на странице да и даже у вас на страничке попросите подписчиков чтобы же машу могут мама спасибо не переживайте ну вот я переживала я такой человек я сочувствующий а сочувствующий ну пожалуйста значит попросить своих подписчиков голосовать даже на вашей страничке за мою доченьку продолжаем тогда баттл машинка тогда так давайте так такие условия тогда поедут и убираться лучше значит знаете как если так получится получится что машина будет убираться но все-таки не жалко доченьку я поеду вместо нее как-то вместо саму когда будут каникулы у меня каникулы зимние я приеду и уберусь у вас все прям я должна быть языком вылизывать дом там уж не было конечно но это без меня короче все продолжать баттл я вас очень всех люблю минутка юмора позитива хотя бы все голосуйте у багдада на странице за меня я